Привет, друзья! В этом видео я расскажу о том, как вам врут про пожары в Австралии. Дело в том, что последние несколько дней, даже несколько недель, я получил огромное количество сообщений, даже вопросов, где вы спрашиваете, неужели в Австралии все так плохо, неужели вся Австралия буквально объята огнем, что в городах совершенно невозможно дышать, все покрыто смогом, что столько много погибших, сгоревших домов, и что, возможно, нам, австралийцам, даже нужна какая-то помощь. Ребят, если честно, мне вот эта вся шумиха, которая нагнетается в средствах массовой информации, в интернете, в соцсетях, ребят, порядком надоело, я решил сделать видео и рассказать, как, что на самом деле происходит в Австралии. Возможно, вы помните, я делал несколько месяцев назад видео, где рассказывал о пожарах, которые на тот момент были совершенно недалеко от Брисбона, когда Брисбон тоже был покрыт дымом в течение нескольких дней. Возможно, вы просто не поняли до конца, что такое пожар в Австралии. Многие из вас считают, что пожар это вообще полный караул. В общем, ребят, давайте я сейчас в этом видео все объясню, и вы будете иметь представление, что к чему. Итак, возможно, многие из вас видели, значит, снимки, которые сейчас активно, значит, продвигаются по соцсетям, значит, снимки, которые якобы сделаны из космоса, опубликовали их НАСА, которые показывают пожары. И действительно, можно подумать, что все, вся Австралия в огне, все красно, это просто кошмар, караул, мы живем как на раскаленной сковородке. Ребят, но многие из вас даже не удосужились прочитать, что это всего лишь 3D-визуализация пожаров в Австралии. На фото видны все области, которые были затронуты, однако не все из них продолжают гореть. Дело в том, что вот НАСА показал снимок, визуализацию из космоса, как модель 3D, причем на другом сайте, а прочитал, что этот снимок сделал с помощью инфракрасного, значит, инфракрасной фотографии. То есть, это показывает температуру, это нереальные пожары. А температура, может быть, на самом деле, каких-то производств, много что может показывать высокую температуру. Однако многие увидели вот этот снимок и все, подумали, все, Австралия каюк, Австралии больше нет, все, сгорела Австралия. И чтобы расставить те точки над «и», давайте возьмем какую-нибудь такую типичную статью про лесные пожары, которая активно, значит, продвигается где-то в русскоговорящем сегменте интернета, и почитаем некоторые цифры, я расскажу вам, что на самом деле в реальности происходит. Итак, вот одна из статей, конечно, бедный несчастный кенгуру, бедные несчастные коалы в огне. И, в принципе, по правилам YouTube я тоже должен был сделать такое же видео, показать вот этих несчастных животных, как они умирают, как они погибают, как люди спасают их буквально ценой собственной жизни, сгоревшие дома, ребят. Но на самом деле это все не так. В общем, давайте ближе к цифрам. Итак, значит, пожар уничтожили более 12 миллионов акров или около 5 миллионов гектаров леса. Территория в два раза превышается размеры штата Новый Южный Лаз. Ребят, что значит пожар уничтожили? Если вы живете где-то в России, не знаю, в Казахстане, в Украине, да, если там проходит пожар, лес выгорает, после этого остается степь. Ребят, ну Австралия совершенно не такая. Давайте я вам покажу снимок. Вот так выглядит лес в Австралии после пожара. То есть, видите, ничего. А вот таким лес предстает. Буквально через 3-6 месяцев после пожара все опять зеленое. Друзья, вам очень тяжело будет найти дерево в Австралии, которое не черное, которое хоть раз бы не побывало в пожаре. Австралия постоянно горит. В течение тысяч, десятков, тысяч лет Австралия постоянно охвачена огнем. Почему? Потому что огонь для Австралии просто необходим. Дело в том, что многие эвкалипты, многие кустарники, они, значит, скидывают семена, эти семена не могут открыться до тех пор, пока они не будут охвачены огнем. Это просто пожар для Австралии. Это необходимость. Также в Австралии вот тот сухостой, который появляется за долгие годы, за долгое время, вот эти вот листья, ветки, которые падают, они никуда не деваются. В Австралии нет и снега. Снег не накрывает. Это все потом не превращается в какую-то труху. Это все не сгнивает. Это просто все лежит. И огонь просто необходим, чтобы вычистить от всего этого. И в то время, как многие средства массовой информации показывают бедных, несчастных животных, которые гибнут. Однако, во время пожаров уничтожаются не только животные. Уничтожаются многие вредные насекомые, многие вредные и змеи, и пауки, и кого только нет. В общем, вредны они или нет, можно говорить по-разному, но огонь для Австралии просто необходим. Ладно, давайте дальше пройдем по некоторым цифрам. В общем, ребят, поняли, лес не уничтожается. Дальше. С началом лесопожаров несколько месяцев назад количество человеческих жертв достигло 20. Да, на самом деле, официальная цифра на сегодняшний день, это 6 января, 25 человек погибло. В том числе, вот я не помню, трое или четверо пожарных. На другом сайте, вот никак не могу найти, прочитал, что там чуть ли не полтора миллиона бедных домашних животных погибло или задохнулось в огне. Официальная статистика всего 3000 домашних животных погибло в огне или задохнулось. Друзья, ну если мы так переживаем от домашних животных, если мы так любим кал, если мы так любим кенгурушек, нас вызывают такие трепетные чувства, когда мы их видим бедных обожженных, не знаю, шкурка у них обгорела. Ребят, если вы хотите трэш, ну вы посмотрите скотобойню, посмотрите, каким образом достается ваш сочный стейк на вашу тарелку. Посмотрите, как забивает коров, как забивает свиней. Если вам жалко коалы, вам жалко бедных птичек, которые разлетаются от огня, посмотрите разделочные, значит, производство разделки курятельной. Вот там реальный трэш, ребят. Так что, если уж говорить, давайте мы будем до конца объективными. И если в целом подвести итоги, то да, конечно, этот год он необычный выдался для Австралии. Сидней, особенно вот последний буквально месяц, полтора месяца он действительно был покрыт смогом. Я помню, в 2013 году тоже была очень тяжелая ситуация, тоже несколько дней висел смог, вообще там все рыжий было, совершенно не было ничего видно. Ну, ребят, такое случается. Но почему-то средства массовой информации не говорят, что в Австралии есть семилетний цикл. Семилетний цикл засухи и семилетний цикл дождей. Есть 12-летний солнечный цикл. И когда эти циклы накладываются, вот получаются такие катаклизмы. И это нет ничего в этом страшного, что Австралия горит. Австралия горела тысячи лет, горит, и еще тысячи лет будут гореть. Это, в принципе, природа Австралии, из-за этого никуда не деться. Другое дело, что пострадало много домов. Почему пострадало много домов? Потому что за последние 10 лет, вот когда не было таких сильных пожаров, все города реально выросли. И Сидней расползся, и Мельбурн расползся. Стали многие дома строиться там, где действительно, значит, буш, где высокие деревья. И неудивительно, что эти дома сейчас горят. И те люди, которые купили, значит, недвижимость или живут в этих домах, у них не стоит вопрос, будет или не будет пожар. У них стоит вопрос, когда он будет. Эти люди заранее подготовлены. У этих людей застрахована эта недвижимость. И не надо раздувать какую-то панику, ах, люди сгорели, ах, вот теперь нечего делать. Тот же Фейсбук, вот меня реально напрягает, чуть не каждый день подсовывает, а вот вы создаете, значит, специально фонд пожертвований. Это, значит, абсолютно бесплатно. То есть, вот на этом всем, даже на людском несчастье делается вот этот вот хайп, ребят, это вообще нехорошо. И средства массовой информации, и политики сейчас начинают между собой говорить, а вот вы виноваты, нет, вы виноваты, вы там что-то не предоставили, вы там не доделали. Да, в том числе и виноваты правительства штатов, потому что за последнее время запретили делать Control Burn. Что такое Control Burn? Это когда специально, умышленно поджигается лес с разных сторон для того, чтобы вот именно выгорела вся вот эта вот труха. И когда идет настоящий пожар, этот лес, он просто уже не затрагивается. И такие, значит, специальные Control Burn делают вблизи домов, в окраинах, значит, близлежащих территорий, где живут люди. И получается, когда идет пожар, он не затрагивает. Но последние годы это не делали, потому что, видите ли, куал жалко, кенгуру жалко, нельзя делать пожары самостоятельно. Вот теперь, когда идут настоящие пожары, вот люди страдают, в том числе и животные. Что касается животных, я специально читал статью коала, кенгуру, птица, змеи, насекомые. Ребят, они живут в Австралии десятками тысяч лет, они пережили сотни, тысячи этих пожаров и еще тысячи пожаров переживут. Да, пожары это плохо, это трагедия, особенно для тех, кто потерял близких, кто потерял домашний скот, это плохо и для флоры, фауны. Но, ребят, еще хуже, когда на этом делается какой-то хайп, когда на вот этом горе продвигаются какие-то личные интересы, какая-то финансовая выгода, какие-то политические бонусы. Вот это, ребят, на самом деле плохо. И многие из вас вот верят, ведутся вот на всю эту чепуху, втравливаются во все это вот круговорот. А на самом деле, на самом деле, в Австралии вот за последние две недели, вот сколько я здесь приехал после России, я еще никого не слышал, что кто-то говорил о пожарах, по крайней мере в нашем штате. Когда я уезжал, значит, все было желтое, было действительно, была большая засуха, была большая температура. Но я уехал в течение недели, здесь прошли дожди, я вернулся, все зеленое, ребят, тут реальные тропики. Сняли запрет на разведение огня. Также во многих других штатах это уже сняли. Да, огонь сместился, огонь теперь сместился уже более на юг, значит, южная часть, Новый Южный Уэллс и Виктория. Возможно, в скором времени и Мельбурн также будет покрыт смоком. Но, ребят, от этого, ну, это надо просто пережить. Это Австралия, здесь вот это вот случается. Для чего все это делается? Вот вам показывают горящую Австралию, что здесь пожары, здесь нечем дышать. Да это вам показывали горящую Америку. Ужас. Сидите в России. В России все спокойно, в России все хорошо. Есть такая точка зрения. Многие с этим абсолютно согласны. С другой стороны, по своему личному опыту я заметил, что каждый раз, когда в средствах массовой информации раскручивается какая-то тема, когда какую-то дичь начинает вливать людям в уши. Это как фокусник, который одной рукой отвлекает внимание, а другой рукой делаются какие-то реальные вещи. И в это время повышаются налоги, повышается оплата ЖКХ, как-то уменьшается или обрезается права, свобода. Ребят, вот вам о чем надо думать. Вам надо думать о своей личной жизни, о своем личном преуспевании, как вам хорошо жить. А не вестись на какую-то пропаганду о какой-то горящей Австралии. Австралия будет еще тысяча раз гореть и тысяча раз еще зарастет и зазеленеет. Так что, ребят, вот такое вот видео. Согласны вы, не согласны? Пишите ваши комментарии внизу под видео. Если вы не подписались, то подписывайтесь на канал. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если вы не согласны, ставьте дизлайки. А я благодарю вас за просмотр. Думайте всегда своей головой. Удачи, ребята. Пока. Пока.